Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт и сегодня я покажу, как я готовлю помидоры, фаршированные мясным фаршем и рисом. Классическое и очень вкусное сочетание. Так обычно начиняют перцы, но почему бы не сделать то же самое с помидорами? Я их запеку в духовке, без соуса, он здесь абсолютно не нужен. Получается очень сочно, легко и в то же время сытно. Вполне себе такой приличный обед. А какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте blogrecept.ru. Одну небольшую луковицу нарезаю кубиком. Вес лука 50 граммов. Половинку морковки натираю на крупной терке. Моркови тоже 50 граммов. В сковороду наливаю растительное масло, нагреваю и выкладываю лук с морковкой. Обжариваю в течение 3-4 минут, помешивая до прозрачности лука. Добавляю в сковороду 200 граммов фарша. У меня свинина, но подойдет абсолютно любой. Жарю до побеления фарша. Солю половиной чайной ложки соли, насыпаю пол чайной ложки молотой паприки и пол чайной ложки смеси прованских трав. Готовлю еще 5 минут, помешивая и снимаю с плиты, добавляя заранее отваренный до готовности рис. Вес риса в сыром виде был 50 граммов. Хорошо перемешиваю начинку. И подготавливаю помидоры, отрезая верхушки с плодоножками, но не выбрасываю, это будут крышечки. Подрезаю мякоть помидоров сначала ножом, аккуратно, чтобы не прорезать стенки и вынимаю мякоть чайной ложечкой, тоже осторожно. Получаются вот такие помидорные чашечки. Их у меня 4 штуки. Для этого блюда надо брать крупные крепкие толстостенные помидоры. Заполняю их начинкой из фарша с рисом. Прикрываю сверху срезанными крышечками. Ставлю в нагретую до 180 градусов духовку на 15 минут. За это время помидоры достаточно прогреются, дадут сок, станут мягче, но не потеряют форму. Начинка в помидорах уже полностью готовая, поэтому этого времени достаточно, чтобы блюдо приготовилось. Крепкие помидоры стали мягче, но хорошо держат форму, не разваливаются. Вся начинка осталась внутри. Давайте посмотрим, как они будут выглядеть в разрезе. А я их еще и попробую. И это вкусно! А более подробно, с пошаговыми фото, вы можете посмотреть этот рецепт на сайте blogrecept.ru. Также у меня есть каналы на Яндекс.Зен, на YouTube, на RuTube и в Telegram. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok